Малыш 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 Добрый вечер, дорогие зрители, дети и родители, мамы и папы, бабушки, дедушки, тети, дяди, сестры, братья, племянники, племянницы, своячницы, невесты, свекрасной крови и все остальное население нашей страны. В эфире «Звездный час» на канале ОРТ. И сегодня на нашей площадке, как обычно, шесть блестящих, фантастических, баснословных, красивых и умных детей со своими родственниками. Поприветствуем команды. Прошу, на площадку. На площадке «Звездного часа» появляются девочки и мальчики, женщины и мужчины в очках и без, в платьях и в пиджаках. Все это участники программы «Звездный час». Семейные команды. Так бы стоял и любовался на них, но, к сожалению, нужно начинать нашу программу, а начнем мы ее, как обычно, со знакомства. Итак, первая команда. Кургузова «Ксения». Московская область, город Пушкино. Ксения, несмотря на свой глубоко интеллектуальный вид, а вернее, скорее всего, и в подтверждении этому виду, мечтает стать программистом. С Ксюшей, мама, Галина Павловна. Следом стоит Миша Малахов, город Миас. Миша пожалел сил и так скромненько помахал руками, потому что все его силы уходят на совсем другое. Знаете, на что? Миша спортивно ориентируется, представляете? Он спортивный ориентатор. Миша, скажи мне, что такое спортивная ориентация? Я понимаю, что такое ориентация бытовая. Миша, встаешь утром, быстро понимаешь, где дверь, где тапки, да? Где ванная комната. Это вот такое бытовое ориентирование. А что такое спортивное? То же самое, только быстро? Нет, это один из видов спорта, где нужно бегать по лесу с компасом и с картой. Находить контрольные пункты. Ну что ж, замечательно, мама Людмила Михайловна поддерживает сегодня Мишу Малахова в его трудном пути к победе в нашей программе. Лера Прокопенко, город Коломна. Лера Прокопенко настолько изящно сейчас взмахнула руками, как птица, что Майя Пресецкая позавидовала бы ей, если посмотрела нашу передачу. Кстати, может, она ее и смотрит. Тогда вам привет. На самом деле Лера любит своих друзей и жить без них не может. И это главное ее хобби. Так, друзья? Да. Тогда вопрос прямо в лоб. Сейчас, внимание. Есть ли у тебя главный друг мужского пола, то есть бойфренд? А? У меня нет такого друга. Как это нету? А где же он? Он? Да. Они все мои друзья. Но замуж надо будет выходить за одного. До этого еще далеко. Разве? Да. Судя как ты руками размахиваешь, уже просто близко этот момент. Брат Евгений. Ни мама, ни папа не рискнули приехать с Лерой на съемку. Брат Евгений все-таки положил себя под топор. Таня Кандыбайла. Город Киров 2. Судя по тому, что, Танечка, город ваш имеет циферку в конце, да? Да. Значит, это очень секретный какой-то город, да? Нет, ну почему? Наш город, город Киров, Киров, город, город есть такой. А город Киров. Киров город, город Киров. Петр Павел, Павел Петр. А рядом с городом находится станция. И вот я живу там. На станции? В такой будочке, да? Со шлагбаумом. Не в будочке, а в доме. Почему? С Таней приехала тетя Валентина Станиславовна. Замер всем телом Артем Минок. Город Брянск. Артем является просто воплощенной мечтой любой девушки. Он играет на гитаре. Он кудряв. Артем, а повернись профиль, пожалуйста. Я хочу проверить. Повернись профиль. О, и имеет римский профиль, пожалуйста. Внимание. Вольно. Расслабься. С Артемом Папой Николай Александрович. Замечательная команда с великолепной такой транспортной фамилией. Света Тарантасова. Света Тарантасова из города Феодосия. Обожает плюшевые игрушки и печет торты в огромном количестве. Один из тортов у нее, кажется, уже на тележке. Так или нет? Да. Со Светой приехала мама Ирина Николаевна. Мы тоже поаплодируем с удовольствием. И со Светой начнем, очевидно, торговлю за звезду. За эту единственную маленькую звездочку, которая у меня сейчас в руке находится. Эта звезда может принадлежать одному из вас, но только одному. Светлана. Да. Чем ты собираешься эту звезду заработать? Ну, многими призами. Я начну с того, что я приехала с Крыма. И хочу преподнести вам призы, связанные с моим родным краем. Я хочу подарить вам путеводитель по Крыму. И еще хочу подарить вам две книги про древнюю Кафу, настоящую Феодосию. Кафа – это название нашего города, ну, так он назывался в древности. Светлана, а там еще какая-то подушка лежит. Нет, это сердечко. Чтобы вот вы наверняка приехали к нам в Крым, я хочу оставить вам свое сердце. И чтобы вы мне его потом привезли, а то я же без сердца не смогу жить. Действительно, смотри как, а. Настоящий такой девичий подарок, свое сердце буквально от сердца оторвало кусок и мне подарило. Ну что ж, замечательно. Вам и ваша передача. Да, будем думать над твоей кандидатурой. Что-то еще? Да, еще торт. Так как я хочу в будущем стать, как моя мама, хлебопеком, то я подарю вам торт. Молодцы. И ты будешь хлебопеком тоже, Света. Ну, я надеюсь им стать. Это, в общем-то, такая профессия, что хлеб нужен всегда. Да. Ну что ж, Артем, твое слово. Вот когда я думал над тем, что подарить вам вашей передаче, я рассуждал следующим образом. Подумал, что торт, торт вы съедите с вашей съемочной группой. Достанется мне только сейчас. Это не запомнится. И поэтому я решил написать стихотворение, посвященное вашей замечательной передаче. Вот это ты правильно сделал. А поэзия – это бессмертная вещь. Абсолютно. Понедельник, пятый час. Все понятно. Звездный час. Дети все бегут к экранам в викторину посмотреть. За Сережку, за Алешку, за Маринку поболеть. Много радости и смеха доставляет детям это. Это любят все из нас. Что же это? Звездный час! Догадался! Я догадался, я правда не знал, я через слово догадался. Молодец, Артем. Только там, где вот Маринку, Сережку, надо было Артемку тебе вставить. Таня? Я дарю вам эту бабочку, Сергей, чтобы вы все время летали на крыльях. Может, любви, может, мечтать. Эту бабочку, вот она тут на магнитике, вы ее прилепите куда-нибудь, на что-нибудь железное. Вот, например. На лоб, например, на свой могу прилепить. Если железный, то можно. Лоб у меня? Да. Уже, уже, да, уже железный. Вот, вот так можно. Микрофон можно. Чтоб все время помнили, что я была здесь. Спасибо, Танечка. Аплодисменты Тане. Кандебайла из города Киева-2. Лера Прокопенко. Я бы хотела подарить вот эту собачку. Но ты не думаешь, что это простая собачка? Я не думаю, я совершенно верю, что это не простая собачка. Ее зовут Энджел. Энджел уже у меня целый год был, и Фортуна улыбалась мне с этой собакой. Ну, буквально через каждые 10 минут. То есть Фортуна тебе как собака улыбалась? Ну, почти так. И я хочу, чтобы эта собака вместе с Фортуной улыбалась и тебе. То есть ты отдаешь свой талисман мне? Да. Боже мой. Миша Малахов. Я хочу вам подарить эту, как бы сказать, картину. Так. Из... Это произведение искусства в Ушане из-за нить. Там все это произведение сделано из различных углов и отверстий. Из чего? Ой, из кругов. Из углов и отверстий? Кругов. Кругов. Это ты чем рисовала? Линейшки или от руки? От руки, конечно. Молодец. Ксения? Вашу передачу вы всем дарите звезды. А я хочу подарить... Не всем. Не всем, девочка. А я хочу подарить звезду вам. Шоколадную? Да. Как ты сделала это? Ты купила торт Прага и так его изуродовал, да? Нет. Мы с мамой очень любим печь торты. И поэтому решили специально к вашей передаче. Ай-яй-яй. Какой трудный выбор мне предстоит? Какой трудный выбор? Какой выбор? Трудный. И все-таки, наверное, у меня вот две кандидатуры. Вот Таня и Лера, которая отдает мне от сердца свою последнюю собаку. И в жизни-то трудно выбрать между двух девушек одну. А у нас на передаче еще труднее. Поэтому я, пожалуй, обеим дам звезды. Правильно? По-моему, правильно. И так, Лера, Танечка, вы начинаете нашу игру, имея по одной звезде на бортах своей тележек. Внимание! Перед вами корабли. Челюскин, Потемкин, Фрам, Тигрис, Титаник, Санта-Мария, Варяг и Калипсо. Вижу, как девочки приуныли. Да, стоят так. Хлопочут лицом. Видно, что мало знают они про флот. Корабль — это такая железка, которая плывет по воде. Понятно? Да. И там капитан, загорелый такой красавец, и он едет за своей девушкой на далекий остров. Ну, знакомо? Правильно. Итак, первый вопрос. Внимание. Этот корабль самым непосредственным образом связан с человеком, организовавшим однажды дворцовый переворот. Знаете? А в его честь назвали корабль. Табличка, пожалуйста. Вспомните, не корабли, так историю хотя бы. Но корабль — такой здоровый железный броненосец. А фамилия у броненосца какая? Потемкин, номер два. Молодцы! Света, Таня, Лера и Ксения. Совершенно правильный ответ. Броненосец Потемкин. Князь Потемкин — организатор дворцового переворота 1762 года. Следующий вопрос. Самый большой в свое время проход в 1912 году столкнулся с айсбергом и, к сожалению, затонул. Судьба у него печальная, тишина полная в студии. Пожалуйста, я знаю, что вы знаете. Таблички, 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 таблички. Ну, тут полная единодушия. Конечно, это был «Титаник» номер пять. Пожалуйста, вопрос. На этом судне плавал великий путешественник Фритьев Нансен. Как называется судно, на котором плавал Нансен? Вспомним, где Нансен плавал. Ну, таблички. Давайте посмотрим таблички. Так, так, так. Хорошо. Еще, еще, Таня. Почему вы так решили, Таня? Ну, я думаю, что Фрам, название корабля подходит к фамилии этого... Нансен, этого Нансена. Да. А Нансен где плавал, вы помните? Нет. В каких морях? В южных, в южных. Да? Что вы говорите? В южных? Понятно. Там, где льды такие, да? Снег, льды. Лера? Я совершенно не знаю, почему, просто поняла это. Просто поняла табличка номер 3. Женская интуиция, да? Добро пожаловать во второй тур. Совершенно правильный ответ. Табличка номер 3. Корабль назывался Фрам. Найдите здесь название мифической подводной лодки, на которой плавал один очень известный капитан. Придуманный французским, даже более известным, чем сам капитан. Писательная, пожалуйста, таблички. Капитана звали Немо, а лодку звали Наутилус. Табличка ноль. И Ксения выходит во второй тур. Это судно. В 1934 году было раздавлено льдами в Чукотском море. Спасатели его экипажа стали национальными героями. О каком судне я говорю? Аплодисменты. Гром аплодисментов, потому что это Челюскин номер один. И Миша со Светой выходит вперед. Пожалуйста, добро пожаловать. А вот Артема, Артема Минока из города Брянска постигла судьба Челюскина. Он раздавлено льдами. Раздавлен Таней, Светой, Лерой, Мишей и Ксенией. И, к сожалению, покидает нашу игру, потому что не дошел до черты второго тура. Не с пустыми руками покидает нашу площадку Артем Минок из города Брянска. Он получает наш стандартный набор подарки, сувениры, конфеты и наш фирменный, покажи, Артем, наш фирменный рюкзак «Звездный час». А со всеми остальными переходим во второй тур в эфире «Звездный час». Итак, в эфире «Звездный час» второй тур, в котором вышли Ксения Кургузова, Миша Малахов, Лера Прокопенко, Таня Кандемайло и Света Тарантасова. Вы готовы? Знаете, что вас ждет? Давай нам сейчас вот Миша объяснит, что нас ждет, Миша. Кубики посыплются. Кубики. Будем в кубики играть. Кубики в студию! Прочту вам эти буквы. Вдруг вы плохо видите. Л-К-А-Т-Р-Е-Ф-У-О. Поехали! Задача непростая. Главное, закрывать свое слово от соперника. Иначе он обязательно подглядит и спишет слово. Пожалуйста, закройте ваши фломастеры и можете уже не прятать свои листочки от своих друзей и соперников, потому что даже если они подсмотрят, все равно документально подтверждается то, что у вас написано на листках. Но к вам мы вернемся чуть позже, а сейчас. Итак, у кого слова из семи букв? Семь букв у вас? Минут, минуточку. Женщина, ну вы что? Я вижу, что у вас в список. Смотрите-ка, ну что на списке написано? Ну-ка дайте, 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 дайте. Рыба 28 тысяч, грибы 32 тысячи, рис 6500, томат 5500, хлеб, масло. И где слово ваше? Помидор Валера. Какое Валера? Силоховской? С Тверской? Понятно. Слово ваше какое? Рулетка. Рулетка. Ру-лет-ка. Браво! Аплодисменты. Слово из семи букв Рулетка. У кого еще есть слово из семи букв? Аплодируем автору слова Рулетка. Вот ваше место здесь, пожалуйста. Справа от меня. Давайте быстренько знакомиться. Лариса, работаю поваром. Тебя как зовут? Олеся. Какое отношение ты имеешь к этой женщине? Она моя мама. Мама твоя? Боже мой! Это вам, значит, приза. Это замечательное слово. Любите выпитать сейчас «Звездный час»? Обожаем. И особенно вот слова угадывать. Постоянно этим занимаемся. Даже едем в метро, вот находим по рекламе какое-нибудь слово. И сидим, а она, Олеся, говорит, мам, давай слова составлять. Вот едем пока и составляем разные придумки. Когда я был последний раз в метро, там такие слова обычно пишут, что из них лучше ничего не составлять. Да, в общем. Этим мы не читаем. Этим вы не читаете. И правильно делаете. Спасибо большое, Лариса. Аплодисменты. Хотел про Валеру спросить, потом думаю, ладно. Родители, есть у кого-нибудь из вас слово, которое меня могло бы потрясти своей длиной? Ваше слово. Семь букв «Фортуна». Фортуна. Замечательно, вы взяли... А вы вообще ничего не брали. А, буквы «Н» вместо звездочки. Хорошо. Фортуна. Аплодисменты. Семь букв. Лекало. 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 Да-да, я понял. Шесть букв. Шесть букв, но коротка. Это прокат еще меньше. Из пяти. У-у-у, из пяти даже слушать не буду. Кафе «Рукава». Кафе «Рукава». Не лезут руки в рукава. Так. Тарелка. Тарелка. Вы взяли звезду вместо буквы «А», да? Тарелка. Да ладно, секундочку. Тарелка. Тоже, что ли, получается семь букв, да? О, так это прекрасно. Это значит, что, это значит, что и Ксения, и Света получают звезды. Ксения и Света получают звезды. А тебе, сколько у тебя уже звезд, знаешь? Пять. Пять, молодец, знаешь. А Светлана? Четыре будет сейчас. Будет четыре, да. Ну, а теперь открываем ваши заветные листки. Пожалуйста. Тарелка. Тарелка. А, тарелка. Нет, не совпадает. Значит, звезды. Аплодисменты. Тарелка, между прочим, в крайне нервозной атмосфере. Ксения умудрилась составить такое длинное слово. Я там стоял, смотрел на этот экран, как баран на нового рота. Ничего не мог составить. Молодец. Миша? Феодал. 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 Ну-ка, ну-ка. Буква «Д» ты взяла отсюда, да? Феодал. Аплодисменты. Шесть букв. Хорошо. Треуголка. Треуге. Взяла я звездочку. О-Л-К. Фантастика. Аплодисменты. Одну, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять букв. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Втулка. Втулка. Шесть букв. Вижу. Хорошо. Тарелка. Тарелка. Написано, какая-то торсака. Тарелка. Тарелка написано, да. Ну, ваши тарелки не пляжут против треуголки Левины, поэтому я предлагаю ей пройтись к ящичкам. Пойдем, Лешка. Аплодисменты ваши. Пойдем, Лев, не волнуйся. В ящиках там ничего страшного нет. Какой ты из них хотела бы открыть? Вот этот. Какой? Вот этот. Чего такой уверенности? Вот этот. Потому что я первая на него посмотрела. А у тебя так вообще все в жизни? Как ты что увидела, прям сразу решаешь, да? У меня дело в том, что у меня так и случается. Так и случается. Ну что ж, посмотрим. Не изменила тебе интуиция сейчас. Открывай. И о. Слушай, ей просто везет. Просто как, не знаю, к кому. Это, между прочим, плеер, кто не знает, да? Но я уверен, Леш, что у тебя плеер уже есть. У меня, в принципе, их три. Но этот не помешает. Четвертый. Четвертый. Не жирный будет тебе? Не жирный. А я тебе советую его кому-нибудь подарить из своих знакомых. Ну, а я себе этого не советую. Оставишь себе? Да. Вот так вот. Жадность и интуиция. Две черты, которые отличают Леры из всех других девушек ее возраста. Ну, печаль моя светла, конечно. Но Миша Малахов и, увы, Таня Кандыбайла со своей втулкой покидает нашу игру под ваши аплодисменты. Я не знаю, видели вы или нет, но сейчас Лера взяла Таню за руку и так ее сильно сжала, пытаясь успокоить свою подругу. Ну что ж, придется тебе Лера теперь одной отдуваться. А мы переходим к третьему туру нашей программы в эфире «Звездный час». Итак, Синя Кургузова, город Пушкино, будущая программистка. Лера Прокопенко, город Коломна, человек-друг. Весь город у нее в друзьях, но плеер все-таки жалко отдать друзьям. И, наконец, Света Тарантасова, город Феодосия. Начнем. Логические цепочки. Лера сейчас такое лицо сделала. Девушки, кто из вас играет на музыкальных инструментах? Ксения, на каком играешь ты? На фортепиано. На фортепиано. Лера? Не на каком. Не на каком. А на нервишках? Это да. Хорошо. А Света? На аккордеоне. На аккордеоне? Да. Перед вами музыкальные инструменты, вернее, даже мастера, которые эти инструменты производят. Гварнери, Амати и Брамс. Брамс, па-па-па-па-па, Брамс, па-па-па, да? Я считаю, что все это фамилии знаменитых музыкальных мастеров. Кто со мной не согласен на табличку, а кто согласен на табличку ноль. Кто переподнимает, получает звену. И Лера снова интуиция, да? Интуиция твоя пусть пока отдохнет, Лерочка, да? Опускай табличка. То же самое, Ксения касается. А мы аплодируем нашей Свете. Конечно, Брамс. Никакой не музыкальный мастер, а композитор. Выдающийся композитор Брамс. Света, а ты что-нибудь из Брамса играешь? Нет, но я знала, что это композитор. Ну, и любой человек знал, конечно. Кроме тех, у кого интуиция и фортепиано. Окей, поехали дальше. Перед вами орудие. О, отличный девчачий вопрос. Обожаю такие вопросы. Единорог, баллиста и фузея. А может, фузея. Фузея, пусть будет фузея. Я недавно был в музее, видел там одну фузею. Мне кажется, что всё это название старинных огнестрельных орудий. Как вы думаете, прав я или нет? И первой была Валерия. Она не хочет проигрывать и не будет, очевидно, потому что совершенно права. Баллиста – это метательное орудие, а не огнестрельное. Что, ты хочешь уже в финал, Лера? Погоди маленько ещё. Баллиста как устроена, знаете? Видели, да? Лера, расскажи мне про баллистов. Ну, баллистов этот у неё такой, как бы сказать... Ну, на себе, только никогда не показывай на себе. Такая... Плохая примета. Так. Палка. На ней там что-то такое вот расположено, на что кладут ядро или ещё что-то. Такая чашечка как бы, да? Да, скажем так. Ну, держат её на тросе, и трос перерезают, отпускают, она летит. По инерции. А там пружина, что ли? Да, да, да. В какие времена это всё использовалось? Давно. Давно. Ты бы хотела работать на баллисте? Нет. Нет. А тем временем на нашей видеостене нарисовались цари Михаил Романов, Пётр Первый и Алексей Михайлович. В таком именно порядке эти госдеятели правили Россией. Начало Михаил Романов, потом Пётр Первый, а потом Алексей Михайлович Романов Ж. Пожалуйста, не поменять ли нам местами пару царей? А может, не надо их менять вообще? И первой была Светлана. Почему-то она решила Петра Первого перед Михаилом поместить. Вот интуиция, она и в Африке интуиция. Действительно, таблички 2 и 3 должны были появиться, потому что Пётр Первый пройдёт позже Алексея Михайловича. И Лерас все не выходит в финал. Они выходят в финал, оставляя за бортом нашей игры очаровательную Светлану Тарантасову из города Феодосия. Аплодисменты и сувениры. Света, она заслужила и то, и другое. Очень жаль, Света, очень жаль. Наверное, и тебе жаль, да? Ну, конечно, но я всё равно не расстраиваюсь. И не расстраивайся. Будет на твоей улице праздник, спечёшь ты ещё свой самый главный в мире торт. А мы переходим к финалу в эфире «Звёздный час». АПЛОДИСМЕНТЫ И вот настал заветный час. Сегодня в студии у нас будут соревноваться в финальном поединке Ксения Кургузова и Лера Прокопенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, слово «Диковина». Финальное слово «Диковина». Время пошло. Хочется отметить, что у Ксении пять звёзд. Она заработала пять звёзд в нашей игре. Да, ей не пришлось открывать наш заветный красный ящик с замком, потому что, напомню, для того, чтобы получить ключ от этого ящика, нужно получить девять звёзд. Девять или больше. Этого не смогла добиться и Лера. У неё шесть звёзд. Но одна-то звезда получается лишняя в запасе. Поэтому волноваться ей можно чуть меньше, чем Ксению. Осталось десять секунд. Пять секунд. Четыре. Три. Две. Одна. Всё. Отложите ручки и бумагу. И приготовимся слушать. Начинает Лера. Давай. Кино. Кино. Хорошо. Вино. Вино. И домино, да? Понятно. Лера. Нива. Нива. Вина. Вина. Вода. Вода. Дива. Дива. Прекрасно. Дно. Дно. Кон. Кон. Лера. Код. Код. Молодец. Ну, раз. И всё. Док. Док, конечно. Что? Я имею право немножко помогать. Имею право. Я хочу тебе помогу тоже. Не могу. Ну, я занёс свою ладонь и хватаю звезду. Кон был. Лере была. Да. Пожалуйста, Ксения. Мама. Мама. Аплодисменты семье Кургузовой. Ксения не выдержала. У неё сдали нервы. И на помощь приходит мама. Ну, не очень детское слово. Водка. Водка. Водка не детское слово, но хорошее слово. Лера. Брат. Аплодисменты семье Прокопенко. Да. Заварилась каша. Брат не умещает. Слишком длинные ноги у брата. Сколько у вас рост, кстати? Два. Два метра рост. Два метра рост. Боже мой. Ну? Ну, авин. Авин. Что значит, ну, авин? Авин. Прекрасное слово. Кивин. Кивин. Это не слово. Нет. Киви. Киви. А, киви можно. Конечно, киви. Считай до пяти. Учтите. Раз. Ника. 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 Это имя собственное. Это богиня победы, да? Два. Три. Четыре. Пять. Всё. Всё. Ксения Кургузова обнимает свою маму и радуется тому, что она победительница нашей программы. А Лера Прокопенко, увы, чуть не плачет. Как теперь ехать тебе в свой родной город, а? Ну, в принципе, я счастлива, что хотя бы я проиграла такую замечательную девушку, как Сюша. Да. Золотые слова. Ты получаешь сувениры на память об участии в нашей игре. И твой двухметровый брат. Здорово тебе помог. Дружеские рукопожатия. А мы переходим к самому главному. К церемонии награждения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот теперь ты имеешь такую уникальную возможность сказать что-то всем миллионам наших телезрителей. Ты готова? Да. Но давай сначала тебе для особой такой радости покажем твои призы, которые ты заработала в нашей сегодняшней программе. Пожалуйста, призы в студию. Ксения, это стереомагнитофон, видишь, да? Следующий. Замечательный набор для рисования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш фирменный рюкзак с дипломом победительницы. АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно, кубок! АПЛОДИСМЕНТЫ Победительницы программы «Звёздный час» Ксения Кургузова. А вот теперь несколько слов на прощание. Пожалуйста. Ну, я сейчас самый счастливый человек на земле, потому что я победила в этой прекрасной передаче. Я хочу сказать спасибо всем, кто за меня болел. И у меня столько эмоций сразу, что даже слов нет. Ну, остаётся только как-то высказать свои чувства. Ура! Я желаю всем людям нашей страны счастья, добра, много-много радости в жизни, чтобы у каждого наступил его «Звёздный час». АПЛОДИСМЕНТЫ Как наступила сегодня у тебя, Ксюша, да? И ещё удача, которая тебе сегодня сопутствовала, так? Это всё, что ты хотела сказать? Нет. Мне ещё заказали поцеловать Серёжу. Какого Серёжу? Тебя. А! Ну, я и сделаю. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Это была Ксения Кургузова, программа «Звёздный час», и я, Сергей Супонев. До встречи в следующий понедельник. Пока! АПЛОДИСМЕНТЫ Ночь пришла, а ты не спишь, малыш. Жду я, когда луна тихо взойдёт из-за крыши. АПЛОДИСМЕНТЫ Этот лунный волшебный свет На любой вопрос даст ответ Лишь в сказке. Хочешь, не хочешь, Днём или ночью Чудо придёт. Знаешь, не знаешь, Не угадаешь, Где нас найдёт. Веришь, не веришь В сказку поверишь Раз, поверь Днём или ночью Чудо уронит дверь Субтитры создавал DimaTorzok